Вот действительно, вы сами часто об этом говорите, это действительно так. В деле Голунова вы сыграли очень большую роль в переговорной позиции. Так или иначе, чувствуете ли вы сейчас, может быть, если об этом можно говорить вообще, что у вас есть хоть какой-то ресурс или достаточно ресурса, чтобы переломить вот эту новую волну преследования, эти черные пятницы каждую неделю? Нет, на новой волне она выше моего ресурса. Я очень хорошо понимаю, когда я сжигаю свой ресурс с нулевым результатом, да, и очень хорошо понимаю, какой ресурс у меня остался. Поэтому я не переломил волну с Голуновым, да, мы это делали разные люди. Ну, вы повлияли, вы один из переговоров. Я один из тех, кто над этим работал, тогда было понятно, да, и тогда этим занималась не такая могущественная организация, как Совет Безопасности. И тогда закон прямой не был применен, да, какой там был закон. Покажите скобы там как-то, да, с пальца, как пусто, как ничего нет, а что тогда вы мне принесли, да, это можно было тогда делать. Причем я не знал, кто такой Голунов, ну, в смысле, я с ним лично не был знаком. Тоже шел на рис, поскольку все говорили, что это не так, значит так. Но сейчас все труднее и труднее, потому что задача, да, новые условия. Я бы сказал, пафосно новая сторона. За год там, за год новая сторона. Почему она стала новой, Алексей Алексеевич? И что было триггером этой новой? Я сразу могу сказать, что начало началось это с приходом этой команды, потому что она так видела всегда. Этой командой пока. Владимира Путина. Это команда Владимира Путина, это его видение. Но она довольно давно пришла. Да, да, а вы, я понимаю, что вы не помните начало. Нет, про последний год. Нет, нет, смотрите, нет, с чего началось, я отвечаю на вопрос. Началось с той команды, которая пришла, и которая, если мы говорим про медиа, если взять отдельное медиа, хотя это неправильно, мы возьмем отдельное медиа, в 2000 году я понял, я это говорил и повторю для ваших зрителей, что для Владимира Путина и для его команды медиа не является институтом общества, а является инструментом. И я напомню вам, что первыми двумя актами новой команды была национализация ОРТ и национализация НТВ. Ну, назовем это так, это установление контроля над редакционной политикой. С этого началось. Все уже забыли, ах, потом было это, то, война Грузии, то, опять-таки, это, ну, части стратегии. Поэтому я думаю, что детонировало, давайте так, это был процесс, отвечая на ваш вопрос, сдетонировало обнуление, Путин пошел на изменение Конституции, а это новая страна. Да, то есть прежние правила перевыборные, даже с учетом Медведевского интермеца, да, даже с учетом, да, были поломаны, до этого не были поломаны, Конституция позволяла этого, да, теперь они были поломаны. Общество за это проголосовало. Команда Путина и сам Путин это увидел и пошел достраивать то, что, где ему, как сказать, адекватно, комфортно. Вот первая его каденция, да, до четвертого года ему было некомфортно. Он сидел в наследии Бориса Николаевича. Он сидел там в демократии, в думе, где у него не было большинства, в каком-то независимом конституционном суде, где были там вот эти сумасшедшие медиа, где были эти олигархи, которые проводили свою экономическую, я сейчас не буду... Это некомфортно, это ему не свойственно. Он сторонник орденга, как он его понимает, да, он начал этот орденг строить. Он строил, 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 а потом понял, а завещать-то кому? Ну, без меня, как вас, как котят, передушат. Вон, мы сделали попытку с Дмитрием Анатольевичем. И что? Значит, Болотная, да, в конце, Ливия, да? То есть вот то, что я строил 8 лет, даже мой лучший член команды, самый доверенный, у него все это начало разламываться. То, что я там строил назад, строим дальше, крепче, 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 подходит срок последнего мандата, 24-й год, а дело-то не закончено, миссия-то не выполнена, недостроена. Вот оно и строится. Я это помещаю ровно в эту политику. Как выглядит этот гениальный английский газон, в котором нет одуванчиков? Когда закончится этот процесс строительства и детонации? Что должно не с конца, потому что это в голове строителя? Понимаете? Это не храм, который средневеково строится 300 лет, и вы знаете, что когда вы крест на купол водрузили, все, стоит, не упал, да? Такого нет. Это бесконечно, потому что мир вокруг меняется, и я, как Путин, должен применять новые приемы. Угрозы растут, угрозы растут, значит, нужно укреплять эту осажденную крепость. Эти, значит, вот эти, эти, тут теперь с юга. Сегодня, значит, я внимательно слушал его выступление на съезде одной из партий. Замет так. Ну, вот вся ваша реакция. Без уважения к старости. Я просто забыл, как она называется. Вот, я уже все, у меня уже все. Значит, смотрите, и вот он там, все, там, все правильно, там, деньги суда, там, детям мороженое, бабе цветы, главное не перепутать. Один кусок, Афганистан. Один кусок, а то он говорит, вы что думаете, террористическая угроза пропала? Она растет, у него открылся фронт, понимаете? У него то западный фронт, китайский фронт, а теперь у нас южный фронт. И он очень хорошо это понимает. Он пришел на волне терроризма, это надо помнить, 99-е, да? Поэтому, значит, будем дальше укреплять крепости. Строить бастионы, поднимать башни. А те, которые внутренние, враги, их с корня. Кто либо враги, либо агенты, либо агенты влияния. Потому что, исходя из того, что президент говорит про Навального, здесь можно эту фамилию произносить? А он не иностранный агент, не надо прибавлять. Нет, я запутался. Вас столько выводят, а это не надо говорить, что вот это необязательно. Он же говорит, что он либо смысл, либо он агент в прямую, либо он амбициозный парень, которым манипулируют наши западные партнеры. Вот он считает, что вами могут быть либо куплены, я имею в виду тех, кто... Либо манипулируемые, сами дураки не понимают. Алексей Алексеевич. Продолжение следует...